Девочки, дорогие мои зрительницы, привет вам всем огромный на просторах ютуба. Первый обзор свой сделаю на видео Самвела Адамяна, когда с Юлей они невзначай, по ходу пьесы, так скажу, забежали к мамке Васильевне на планетной на огонек проведать, посылочку показать Самвел получил, да. Ну и Васильевна, конечно же, себе не изменяет. Юля, вижу, бедная, просто не знает, как себя вести. Зашли сюда в квартиру, сразу же начинается извинение. Юляша, боже мой, если тебе так невыносимо находиться в этом пространстве, в этой квартире рядом с этим человеком, зачем ты сюда пришла? Подозреваю где-то, что Самвел попросил для контента как-то нужно разбавлять, да, как-то нужно зрителей своих заинтересовывать и держать на канале. Я бы золото, бы серебра, сказала Юля Васильевна, вы уж меня простите. Да чего тоже ли, ребят? Просто так нельзя прийти, потому что она ожидает от всех гостей, без исключения, только дорогие подарки. И об этом знают все. Я бы золото, и бы серебра. Да ладно, нашел бы, но мне не надо. И следующий. Юля, сейчас покритикую тебя. Я так поняла, и Юля, и мама Юлина смотрят мои обзоры, потому что на рыбалке, когда были все они втроем, я услышала, Юля говорила, что мама ее смотрит обзоры, и сказала, что Снежинская права, вот все правильно сказала. Я так догадываюсь, речь шла по поводу того, что все располнили, разжирнели, раскабанели. Нет ограничений в питании, да, нужно как-то приводить себя в нормальный вид. Поэтому мама была со мной согласна. Вот, ребята, иногда полезно слушать и заходить, смотреть обзоры. Итак, Юля, сейчас буду тебя критиковать, исходя из того, что вы посматриваете и бываете на моем канале. У вас так чистенько, хорошо, сказала Юля. Это типа ты комплимент сделала бабусе. Но это неуместно, потому что, когда ты говоришь любой женщине, невзирая на возраст, каждая же себя подразумевает суперхузяйкой. А Васильевна, сами понимаете, какого о себе любимой мнения. Ты ее просто растоптала и унизила этой фразой. У вас так чистенько. А как должно быть, Юля? А что, бывает по-другому у нормальных людей, имеется в виду? Ну, я так, ребята, думаю, что Васильевна, конечно же, не из тех людей, которые оскорбятся такой фразой. А она, наоборот, это все довольная приняла. Ей такие хорошие слова сказали. Так, девочки, не рискуйте со мной так, потому что это оскорбление. Такое яркое, конкретное, прям глядя в глаза. У вас так чистенько. Я посмеялась, Юлечка. Ой, ребят, принесли сюда посылочку. Будут разбирать при мамке. Но слышу, Адамян делает замечание и передает своей херями пожелания зрителей. И сам, вроде бы, как обеспокоен. Речь пойдет про здоровье Гульнас. Мы с вами тоже не один раз говорили. Женщина конкретно больна. И там серьезная симптоматика. Я не заметила пока, что у нее прям там перекривило, перекосило рот на лице. Пока этого нет. Не дай Бог. Вот не дай Бог, чтобы такое случилось. Но то, что вы мне пишете, девочки, поверьте, я вижу каждый ваш комментарий. Я такого же мнения, как и вы. А именно, что она очень тянет речь. Она очень сильно заикается. Ей сложно связывать слова между собой. Я не знаю, это только глупый человек, безразличный человек не замечает. Если Эдик такой деревянный, если он такой тупой, если он такой безразличный, почему молчат все родственники. Сестра родная была здесь. Да за чучу рыбкой схватила. Любым способом. Увещеваниями, уговорами. Наругать, взять под руку, расплакаться и тащить к врачу. Я уже свою позицию высказывала. Один врач дурак попался, идите к другому. Нет, идите к третьему, идите к четвертому. Но я убеждена на миллион процентов, что именно сейчас, в данный момент, а не в сентябре месяце надо лечить гульназ, как-то капать, что-то колоть. Потому что симптомы очень нехорошие и плохие. Это голова, это лицо, это мозг, это речь. Как этого люди простых, банальных вещей не понимают, для меня загадка. Мало того, слышу, Сева говорит, он еще собирается в Грузию тянуть, в Армению тянуть. Вот, ребят, при своем уме человек, и она поедет. Дело в том, что она поедет. Ей плевать вообще на все. Я вижу ее состояние. Она на свадьбе еле-еле держится. Вот это уставшее лицо. Вы там пишите, она сильно гульназ постарела. Ребят, мне кажется, дело не в этом. Ну, немного она поправилась, да, вот эти пятна, пигментированные от солнца, от загара, который ей категорически противопоказан, даже с эстетической точки зрения. Я бы на ее месте вообще не стала загорать. Вот абсолютно бы не стала загорать. Тем более она знает, что пигментация сразу дает о себе знать. Она болеет. И я вижу, что человек просто плохо себя чувствует. В какую такую дорогу нужно ехать в таком состоянии? Я понимаю, что Самвел читает такие замечания, комментарии от зрителей не впервой. Поэтому уже криком кричит матери, говорит, передай Эдику, передай Эдику. Куда он собирается ее вести? Какая грузия? С ума сошли? Ее надо в больницу. Ее надо лечить. Вы мне пишите, Анжелика, помоги. Надо что-то делать с гульназ. Ребят, что я могу делать? Я уже по меньшей мере раз шесть-семь подымала этот вопрос и затрагивала эту проблему. Что я могу сделать? Вот точно так же, как ситуация с шариком, с той собачкой. Вот что я могу сделать? Уехать из Португалии, поехать в Суворовскую ночью, выкрасть эту собачку, забрать себе или что? Вот как повлиять на глупого, злого человека? Кто-то может мне объяснить? Я не знаю. Посылочку. Разбираем посылочку. Аля из Одессы. Я помню эту девушку. Гуляли они вместе, когда наша вся гоп-компания приезжала в Одессу на экскурсии. Там они отдыхали, хорошо проводили время. Выслала посылку. Футболочку Юли, дизайнерскую. Вот эта вот печать авторская с картой Днепра. Почему нет? Замечательная одежда. И какие-то маленькие мелочи, очень приятные, да, делают своим друзьям. Какие-то сладости, пачку чая, сказала. Это отдашь ребятам Коле Самвелло. Я так и люблю. Я люблю так и чай. Юля смеяться начала, потому что все эти слова, которые я процитировала, были, как вы догадались, конечно же, от Васильевны. А кто тебя спрашивал, любишь ты, не любишь? Хочется, знаете, сказать, срать и слова не надавалось, Васильевны. Сиди себе мовчки. О какой культуре речь не идет, девчонки. Она всегда выскочка. А я, а я, а я, а мини, а я. Я, мы, наверное, будем это слушать всегда, пока будет вещать Самвел Адамян, пока будет показывать, демонстрировать свою жизнь и жизнь мамки. Конечно же, чай отдали яколке, безусловно. Ну а як же обделить ее? Не дай Бог, настроение не будет загрызе живьем. Юля, сколько он помогает? Сколько же, Юля, он помогает, пироги, печи, блюда готовые, все, голубцы, сделают? Сколько он помогает? Кто так, Юля, помогает? Так тебе уже сто раз ответили, что очень много людей помогают нашим солдатам, нашим раненым, военным. Очень много людей. Ты сидишь на своем пятом этаже и вообще понятия даже баба Таня не имеешь, что люди помогают. Не один Самвел. Очень много людей. Кто как может. Вот Самвел рассказал про женщину, которая тоже готовит какие-то бедрышки, крылышки, куриные, приносит и угощает, где-то подкармливает ребят. Не, ребята, только он, только он, только он, только тот друг, кого ты выбрал, а не те, кто до тебя сами леплятся. Только на шарика, на халяву с тобой везде ездят, по ресторанам гуляют, едят. Я, девочки, не знаю, всегда же, да, я с вами делюсь, примеряю на себя ситуацию. Даже если ты так думаешь, вот как можно человеку в лицо просто Юле здесь сидящей, такие закидоны высказывать. Дураку понятно, что она имеет в виду Колю, Юлю и по списку дальше. Юля сидит, моргает Самвелу. Севка не знает, как выкрутиться. Это она про Ольгу Леонтьевну. Да, про Ольгу Леонтьевну тоже. Но по ресторанам, по кафе, когда кормит Самвел, кого? Ольгу Леонтьевну? Нет. Ну, вас же, Юля. Речь идет про вот этих вот друзей. А Юля тоже спрашивает Самвел. Знаете, лучшая защита – это нападение. Молодец, Севка. Тут же мамке вопрос встречный. Юля тоже такая корыстная? Нет. Юля гроши платы. Это обозначает только одно, Юля, что придется теперь все время тыкать эти деньги. Постоянно. Хотя, я повторюсь, ребята, женщине не надо так себя вести. Ты один раз предложила заплатить за себя? Если мужчина тебе отказал и сказал, это не стоит вообще ничего, выеденного яйца, я сам все оплачу, позволь мужчине это сделать. Не надо тысячу раз быть назойливой. Это смешно смотрится и как-то очень дешево. Ну, правда, женщину это как-то унижает. Мне так кажется. Пусть платит. Мужик зарабатывает много. Он хочет тебе сделать приятное. Вот я сейчас как бы к Юле обращаюсь. Самвел хочет – это его желание. Сделать тебе приятное. Угостить тебя ужином, там, обедом. Умей принять. И все. И сказать спасибо. Этого, я считаю, для женщины более чем достаточно. Ну, конечно же, мы не могли не затронуть Ольгу Леонтьевну. Ну, а как же, ребята? Она, Васильевна, лютой ненавистью просто ненавидит бабу Олю. Вода просит в него. А сережки мне не купи. Я сижу, плачу, рыдаю. Вот помните ситуацию, когда Самвел купил квартиру и с потолком у него была проблема. Конечно же, он очень много вбухал туда денег, в этот ремонт. Я плачу, сижу, рыдаю. А вода, бачу на видео, руки в боки. А что ты мне привез? Я б ее задавила. Я не боюсь. Я могу в глаза сказать. Я век прожила. И что, мне какая-то мсцикуха 20-летняя будет учить? Я знаю, я разумно. Так вот, на вот эти все высказывания об обитании я могу сказать, что порой в жизни зачастую так бывает. Я встречала таких людей, когда 25-летняя девушка намного умнее, мудрее, чем 74-летняя, выжившая из ума старухи. Абсолютно чокнутая. Вот это, девочки, истина. Правда, последней инстанции. Куда от нее деваться? То, что тебе 74 года, это не обозначает, что ты умная. А так как мы за Васильевной наблюдаем много лет к ряду, то все зрители в большинстве своем делают выводы, насколько человек абсолютно глупый, не приспособленный к жизни. Опыта жизненного никакого не приобрел, мудрости жизненной вообще никакой не приобрел. Поэтому уж пардоньте, девчонки. Леонтьевна шутит, говорит Самвел. Она всегда шутит. Девочки, я от Леонтьевны всегда воспринимаю все эти высказывания только как шутку. И вот все те, кто пишут мне в комментариях, такая-сякая Леонтьевна, вы просто не понимаете человека. Вы разве не видите, как она надсмехается и троллит Васильевну? Она же знает, что Васильевна смотрит все эти кадры, все эти видео. Она специально это говорит. Даже Ирочка дочками не сказала, а шо там, не макому ту Леонтьевну остановить, прервать? Такие Ирочками с полна розовую, если она так думает про Леонтьевну. Это же невооруженным глазом, я повторяюсь, видно, что бабушка Оля только шутит, стебет тебя по полной программе, Васильевна. Да ей нафиг ничего не надо этой бабушке Оле. Господи ты, Боже мой. Не знаю, ребят, этот персонаж, наверное, еще будет долго будоражить наши умы и вызывать какие-то эмоции. Ты переживаешь, говорит Сева, не за меня, а за мой кошелек. Вот! Вот этим и закончу свой обзор. Вот здесь, браво, аплодирую Самвел стоя, что говоришь правду в глаза. И это точно не шутка. Вот никак не Самвел ее волнует. Ее очень волнуют Самвелкины денюжки. Вот что. Курочка, которая несет золотые яйца, да, конечно же, пусть остается жива, здорова. Но золотишко, баблишко, вот главные ценности в жизни Васильевны. Никакой мудрости, ребята, и жизненном опыте здесь речь не идет. До следующего обзора.